Привет всем! Небольшая спортивно-лирическая заметка. В эти выходные я решил забить на Углич, там забег был в субботу, в пользу вчерашнего московского забега «Бегущие сердца». Углич красивый город, очень мне понравился, но там я уже был и там я бегал. А вот такого, чтобы старт забега был с Красной площади, почти, в таком я еще никогда не участвовал. Фактически главное, почему меня это заинтересовало, мне было интересно, как даст себя почувствовать Москва, когда на ней перекроют какую-то большую улицу или несколько улиц. Обычно эти улицы полностью отданы машинам, грохоту, гари, копоти. Было интересно, какие будут ощущения, что Москва скажет, сам ее центр. Такое интимное общение с центром Москвы. Хоть я родился и вырос в Москве и уже не в первом поколении, но всегда жил за пределами третьего транспортного и центр Москвы воспринимается для меня как нечто чужое, инопланетное. Это другой город, почти как у Стинга. I'm an Englishman in New York. Мне не нравится центр Москвы, ни по своему духу, ни по своему дизайну, ни по внешнему виду, ну, за исключением каких-то маленьких отдельных мест. Как-то не для людей он сделан. Такое ощущение, что он сделан для приезжих, для туристов, для какого-то высокопоставленного чиновничества. В общем, производит впечатление оккупированного города. Хуже, чем Париж во время Второй мировой. И вот было интересно, скажет ли город что-то другое о себе? То, о чем он обычно не говорит? Скажет ли он другое бегуну? Ну, в общем, да. В таком разрезе центр Москвы, конечно, ближе к человеку, но все равно, как бы сказать, очень официален. Конечно, набережная, а большая часть маршрута шла по набережной. Там, в одну сторону, потом в другую. Набережная не совсем типичная улица для Москвы. Типичная улица была бы какая-нибудь, там, Тверская, Лубянка, что-то такое. Ну, до перекрытия этих улиц, наверное, нам не дожить. Хотя такой кусочек вначале был. Первые километра три, наверное. И все-таки широченное асфальтовое полотно, почти полное отсутствие зеленых насаждений, ветер с реки есть, но его мало, почти нет тени. Единственная тень – это когда пробегаешь под мостами. Вообще, надо сказать, что для такого большого количества участников, а там что-то около 10 тысяч было, организация довольно-таки на высоком уровне. Но выбор времени для забега на полумарафон, времени дня я имею в виду, по-моему, совершенно ошибочный. Солнечный день, асфальт раскален до такой степени, что буквально плавится под ногами местами. Профессиональных спортсменов на забеге не так уж много, а для всех остальных это просто риск для здоровья. Лишние плюс 10 или 15 пунктов к пульсу, который переводит тебя совершенно в другой режим дыхания, что и для сердца не очень полезно. И это весьма иронично для забега с названием «бегущие сердца». Товарищ Греф заявлялся, но в итоге участвовать не стал. А жаль. Было бы интересно посмотреть на него на пятнадцатом километре вчера. А Водянова вроде бежала, кажется, десятку. С футболкой тоже ситуация почти безвыходная. Обычная футболка, в ней явно жарко, поэтому народ их и снимает с себя, и засучивает низ, и засучивает рукава, и меняет на собственные майки. То есть одежда не по погоде. С другой стороны, я в итоге добежал в обычной футболке. Сгорело всё. Руки от локтя, шея, лицо. Но будь я в майке, сгорело бы ещё больше. То есть просто, ну, неподходящая погода для такого события. Весьма странно проводить забеги по асфальтовой дороге без теней, без деревьев, в самой середине солнечного дня. По-моему, это глубокая ошибка, так нельзя делать. Такой забег, как вчерашний, его нужно стартовать часов в шесть, а лучше с первыми лучами солнца. Причём сначала, конечно, должны стартовать двадцать один и десять. Когда они уже убежали, потом надо стартовать четыре, пять, там, и прочие такие. Потому что, когда эти все прибегут, солнце будет уже высоко. Можно раздать всем награды и дальше устроить гуляния, если есть такие желающие. А утром и шуметь не обязательно. Не обязательно все эти экраны, громкоговорители, бухающая музыка на всю Красную площадь. Это и площади не полезно, и людям не очень нужно, по-моему. В итоге я даже из двух часов не выбежал. Ну, почти выбежал, конечно. Но, в общем, для меня это плохой результат всё равно. Хоть я и просто любитель. В общем, я зарёкся. Это мой последний забег на 21 средь бела дня под палящим солнцем. Далее десятка, не более того. Как альтернатива, наверное, можно было какую-то более парковую зону выбрать, где есть деревья, чтобы большая часть трассы проходила в тени деревьев. Тогда вся ситуация была бы другой. Медали всем раздали одинаковые, без всяких признаков того, что это 21 километр 10 или меньше. Но это как-то не солидно. Ну, в общем, в итоге в целом было неплохо, но всё-таки ощущение, что побывал в гостях, не дома. Место всё-таки чужое. Но, по крайней мере, там было сильно тише, чем обычно. Воздух чище, чем обычно. Намного меньше машин, а точнее почти их полное отсутствие. Но всё-таки это было в гостях. А дома лучше. Физкульт-привет. Всем пока и удачи. Гвоздь программы марафон, а градусов все 30. Но к жаре привыкший он, вот он и мастерица. Я бы ещё поглядел бы на него, как это бы было минус 30. Но теперь, конечно, достань его. Осталось что-то только материться. Не, ну тоже мне. Хорош, друг, гляди, что делать, да пошёл на третий круг.